Добрый день! Сегодня у нас кубик 3х3. Нормальных трешек не было уже месяцев 5. И вот X-Man Tornado V2. Я на нем уже открутил больше тысячи сборок. Посмотрим на коробку. Tornado V2. Логотип X-Man Design. 5 Tornado. Ну, лаконичненько. Это код товара XMD008. Что хочу сразу отметить, в названии нет буковки M, которая уже давно не актуальна, так как все достойные кубы магнитные. Тот же Dayan Janchi Pro M эту буковку в названии все еще имеет. Вот Tornado V2 без буквы M. И так понятно, что он магнитный. Ну и на картинке видно. Логотип новый, красный. Открываем. Комплектация не бедная. Сам кубик в бестолковом боксе от Chilli. Красный логотип. Такой же был на кубике 4х4 X-Man. А на двушки пока еще старый, но тоже красный. 2х2 и 4х4 это из недавних. Там еще пирамидка B2 была. Но эти посвежее. Сам кубик. Размер 55 мм. Масса 72 грамма. Что не так уж и много, но есть кубики и полегче. Внутри такая красная картонка. Стильно. Бокс с аксессуарами. Здесь отвертка. Такую же мы увидели в пирамидке. Инструкция. К ней вернемся. Бумажка. Тут видимо Фридрих. Так и есть. F2L, OLL, PLL. Ну а здесь метка для начинающих. По-английски и по-китайски. Мешочек. Такой. Похоже на эко-кожу. Брендированный. Ну, не особо большого размера. Трешка, четверка, наверное, поместится. Трешка легко. Четверка влезла. Ну, пятерка, думаю, тоже войдет. Но X-Men пока 5 на 5 не выпускали. Также здесь вылетела салфеточка. Давайте посмотрим. Или тряпочка. Такую лучше назвать. Тоже брендированная. Кубик протирать. Наверное, хорошо. И карточка. Торнадо V2. И здесь, видимо, дизайнер. Что-то прилипло. Какая-то бумажка. Но не суть. В кубике 4 на 4 была, по-моему, карточка и инструкция. Больше ничего не было. Могу ошибаться, но 3 на 3 явно богаче. В боксе еще можно обратить внимание. Сначала подумал, что напечатано. Но это просто полиэтилен. Пленочка такая. На которой изображена система регулировки магнитов. Ну, пружин. Вернемся к этому. Бокс беленький, прочный, мощный. В серии Валк такие тоже были. Оставим отвертку, инструкцию и кубик. Кубик называется Торнадо V2. Пластик по фактуре примерно такой же, как на 2 на 2 и 4 на 4. Он не матовый, так слегка, но после 1000 уже практически глянцевый. Размер, как я уже сказал, 55 миллиметров. Ну, 55,5 наверное, было бы комфортнее, но это вполне приемлемая величина. Привыкаешь быстро. Да и многие кубики уже 55. Вот 54 для меня уже совсем неудобно. 55 еще нормально. Разок соберем. И посмотрим, что у него внутри. Чем он хорош. Синий, красный, оранжевый. Первая пара, вторая пара, третья, четвертая, ой, вэл, ну и пилы. Вращается очень хорошо и приятно. Но это уже кубик настроенный. Вернемся к названию Торнадо V2. Значит был V1. Это обычный кубик X-Men Торнадо. Это первый куб у саббрента X-Men, если я не ошибаюсь. Он без магнитов был потяжелее. Размер 56 миллиметров. И, по-моему, это один из первых кубов, у кого были вот такие огромные прорези между элементами. Когда этот куб котировался, на нем кто-то даже собирал как на основном. Ну, меня он как-то обошел стороной. В момент его популярности мне нравились другие кубики. Я на нем покрутил и отложил. И я когда-то уже давно говорил, что трешку X-Men надо бы обновить. Потому что это уже много лет. Тогда еще использовались такие не очень качественные стикеры. Видно, на синем цвете появилась желтизна или зеленца. Такое бывает с флюоресцентными наклейками. Не очень хорошего качества. Здесь только на синим. Остальные вроде нормальные цвета. У кубов от Мою. Там гуанлонги старые. Такая же проблема. Но это было и на синим, и на белом. Сравним сегодня с этим, конечно же. Так они рядом выглядят. Но логотип. Старый логотип. Вторая версия Торнадо выпускается, насколько я знаю, только в цветном пластике. Этот же выпускался в черном, в белом. Возможно, в цветном. Могу ошибаться. Вот, черно-белый был точно. Ну и вот, строение внутреннее. Крестовинка там зеленая видна. На черном пластике, конечно, не так хорошо все заметно. Но вот отдельно. Ребро и уголок. На углу, вокруг магнитной капсулы, такая паутинка. Типа гановских сот. Здесь все более-менее плоско на ребре. И цифрыки. Ну не цифрыки, а точечки и плюс-минус. Ну и ради интереса. С первой версией сравним. Понятно, что название Торнадо это маркетинг. И строение совершенно разное. Ну, строение переработано, и это видно. Ну и уголки. Там, где капсулы, вторая версия. Где капсул нет, первая. Новый Торнадо имеет все регулировки, которые должны иметь топовые кубики. Его цена в России чуть меньше двух тысяч. В Китае можно купить дешевле. Вроде бы не ультрадорогой, но есть все, что бывает в кубиках. Ну, кроме гибкой крестовины, как на ганах. А именно. Здесь есть регулировка магнитов. Появились вот эти вот капсулы. И есть регулировка жесткости. Причем крестовины и пружинок. Открываем инструкцию. И смотрим, что же здесь такое. Нам предлагают 25 различных комбинаций настройки именно жесткости. И к этим 25 еще 5 комбинаций регулировки магнитов. На что стоит обратить внимание, что вот если не смотреть на инструкцию, не сразу понятно. Если посмотреть на вот эту магнитную капсулу. Не знаю, видно или нет на камере. Но здесь знаки плюс, минус и три точки. Так вот, я сначала регулировал эти магниты по этим трем точкам. Но плюс и минус это отдельные положения, в которых тоже можно магниты зафиксировать. То есть три точки и минус, плюс. Всего пять отдельных положений. Изначально магниты установлены посередине. Средней силы я переставил на четвертое положение. Чтобы открыть центр, я воспользовался отверточкой из комплекта. Поднимаем и видим здесь вот такую вот конструкцию. В кои-то веки производители сделали такую систему регулировки, где видно, что ты регулируешь. Кто смотрел мои видео про ГАН, где там были гайки с двумя положениями 0.6 и 0.8, мелкими бесцветными цифрками на прозрачном пластике, могут вспомнить мое негодование по этому поводу. Здесь же цветные, мелкие, но различимые цифры. Ну, они сами-то черные, но фон у них цветной. Мы видим внешний круг цифрок и внутри тоже пара цифр. Как же это регулировать? Посмотрим отверточку. Ну, такая уже была в пирамидке, поэтому понятно, что здесь сменные насадки. И запасные хранятся внутри корпуса. Но инстинктивно мне всегда хочется открутить вот эту гаечку. Она просто вынимается на магнитике. Здесь есть еще три насадки. Более мелкая крестовая, металлическая крестовая и вот такие вот рога. А все недоумевали, в том числе и я, зачем эти рога нужны на пирамидке. Но теперь стало понятно, что потребовались они как раз в кубике 3х3. И как это работает? Вот этими рожками мы вращаем вот эти гайки. Уставляем рожки в отверстие и можно повернуть. Причем поворот по часовой стрелке и против часовой стрелки регулирует разные вещи. Вернемся к инструкции. Нам говорят, Поворот против часовой стрелки настраивает дистанцию крестовины. Поворот по часовой стрелке жесткость пружин. Причем крестовины мы смотрим по внутренним цифрокам, которые в кружках, а пружины по внешним цифрокам. И ориентироваться для пружин нужно на прорезь в центральной крышечке. Ну, центральный элемент. Если мы посмотрим на кубик, то вот здесь, если видно, как раз вот эта прорезь, на которую нужно и ориентироваться. Она здесь только в одном месте. Вставляем ключ и поворачиваем. У меня пружины стоят на четверке. Вращаем, так вот это щелкает. Можем поставить какое-то другое значение. Если нужно поставить значение 3, а у нас стояло 4, нужно провернуть весь круг, но по часовой стрелке, только в одну сторону. Если будем вращать обратно, то будет регулироваться уже крестовина. Я верну четверочку. Четверка стояла, сейчас 5. Прощелкиваем, пока не будет такая же оранжевая циферка. Вот она получилась. Если же мы будем вращать против числа стрелки, то у нас внешнее кольцо будет неподвижным, а внутри вот эти циферки будут меняться. Была единичка, стала двойка. Дальше тройка, а внешне также остается. Должна быть четверка. Пятерка. Самая жесткая. Ну и возвращаем на единичку. Ну и теперь нам становится понятно, что вот этот ключик разработан сразу под все кубики, и все насадки одинаковые квались во все головоломки. В пирамидке он был бесполезен, но именно эта насадка, а в трешке он необходим. Теперь, почему я выбрал именно такие значения? 1. Корестовина. 4 пружины. Изначально все регулировки были в средних положениях, и при вращении кубик у меня практически не резал угол, ну слабенько. Мне было некомфортно. Он постоянно у меня лакапил, и мне это не нравилось. Поэтому я стал крестовину ослаблять. Я пробовал, конечно, и пожестче скрутить, но там кубик становился совсем скованным. Настройки заводские, а я первую сотню сборок кручу именно на заводских настройках, мне не понравились совсем, и кубику было скорее негатив, чем позитив. В итоге я поставил крестовину на единицу, и получилось что-то более-менее такое свободное. И поскольку он был сильно свободным, уголки флиплись, я немного позатянул кубик пружинами. Я уверен, что многие найдут какие-то другие комбинации, там всего 25, но мне показалось, что это удачное. Изредка уголки продолжают флипаться, но это всегда от криворукости, и сборке это всегда заметно. То есть на тысячу, где-то сборок 5, было, где уголок флипнулся, и я всегда это замечал и своевременно исправлял. Ну и это можно отнести к минусу кубика. То, что заводские настройки лично мне не понравились. Сразу второй минус, это то, что при вращении вот такие вот щелчки это от того, что, наверное, магнитные капсулы как-то не очень хорошо закреплены, либо магнитики в них подвижны. Такие вот щелчки иногда даже подбешивают. Есть шумные кубики, тот же Yuxin Little Magic. Не такой уж и тихий куб, но это как-то воспринимается более приятный звук. Здесь же есть понимание того, что что-то недоработано. И поначалу вот этот вот лишний звук не сильно расстраивал. Сейчас как-то тоже привык. подобные щелчки были на 4х4, так что ничего удивительного. Также мне не очень понравилось, что для того, чтобы регулировать магниты, нужно вращать капсулки с двух сторон ребра, с этой и с другой. Понимаю, что это не единственный кубик, где делается так. Он на том же гане, если не путаю, с одной стороны покрутил, здесь оно само подвинулось. Делать в два раза меньше. Понятно, что это разовая манипуляция. 5 в ряд перебрала, нашел одно и забыл. Но можно сделать лучше. Мелочь, но приятно было бы, если бы сделали. Но это скорее придирки. А так кубик комфортный, приятный, быстрый. Я крутил его в несколько приемов перед отпуском, после отпуска и вот как докрутил тысячу, снимаю это видео. Мне не удалось показать какие-то сверхъестественные результаты по среднему времени на этом кубике, но зато я сделал САП-10 впервые за всю историю. Прошлое видео как раз было реконструкцией этой сборки. Это приятно, но мы понимаем, что отдельная сборка это удачное стечение обстоятельств. Понятно, что если вы собираете за 2 минуты, то везение такого не будет, чтобы собрать менее чем за 10, но если собираете за 15-16 как я, то такое произойти может. На предыдущем кубике у меня сотка было меньше 15, здесь же я не достиг такого результата. Ну вот сингл есть, кому интересно реконструкцию можете посмотреть по ссылке в описании, подсказка должна быть. Если делать выводы по этой модели, то можно сказать, что это хороший кубик с некоторыми не очень значительными недостатками. Если вам не критичен вот этот звук, ну к нему на самом деле можно привыкнуть, то да, очень хороший кубик со всеми модными примочками, которые сейчас актуальны. Регулировка жесткости двойная различная и регулировка магнитов. Приятный пластик, комфортный размер, очень приятное вращение. Даже на заводских настройках, несмотря на какие-то лакапы, которые у меня постоянно случались, его вращать было приятно. Я сейчас перешел на Жанчи Про М и тут совершенно другие ощущения от вращения. только здесь отборок сделано. Будем тестировать. Посмотрим, что поменяется. Здесь же вполне интересный кубик за адекватную цену. Это не 5000. Здесь есть все то, что есть в кубах за 3, 4, 5 тысяч. Но стоит он даже в России меньше двух. В Китае того дешевле. Так что верной дорогой идут в компании X-Men на собране ЧИИ дизайнеры. это направление нужно развивать. Сейчас кубик VRM 2021 от Moe тоже примерно в той же ценовой категории сделал регулировку наконец-то магнитов. есть подозрение что она бестолковая но она есть и кубик тоже стоит не так дорого как мог. Единственное что пока еще удерживает от покупки VRM 2021 то что там осталась та же убогая система регулировки жесткости кубика все еще так которая была на самом первом VRM и возможно даже на предыдущих моделях вот эти щелчки где ни цифр ничего нужно считать 9 щелчков пока не хрустнет а так отверткой тоже крутить считаю что она устарела неинтересная пока у меня нет никакого желания покупать модель 2020 2021 пусть они даже замечательные точно такая система на RS3M 2020 и она ему ничем не помогла хотя кубик и популярен и как раз кубы из той системы должны стоить как RS3M 2020 в итоге могу ли я посоветовать X-Men Tornado V2 кому-либо наверное да если вам хочется кубик с кучей регулировок причем они выполняются достаточно комфортно цветные обозначения забавный ключик 5 позиций магнитов опять это далеко не у всех есть хотя того же в RM2021 есть то это наверное хороший выбор если вас устраивает вот эти щелчки которых я вынужден предупредить не знаю на всех ли экземплярах этой серии такие проблемы но подозреваю что да возможно не всех это будет раздражать если выбираете что купить куб за 5000 либо X-Men Tornado а собираетесь секунд за 20-30 то возьмите Tornado можете поиграться вдоволь с ним и не потратить кучу лишних денег лучше купить какую-то другую головоломку в добавок если же вы переходите с палатки с какого-то немагнитного куба и хотите себе первый магнитный то до сих пор актуальные кубики Yuxin Little Magic магнитный и Meelong 3M они все еще актуальны я советую их как первый магнитный куб да и в принципе на них можно собирать менее 10 секунд и ставить мировые рекорды при желании сейчас многие современные кубики уже достигли такого уровня магнитный что им можно мировые рекорды ставить и здесь уже больше зависит от умений сборщика если вы хотите кубики чуть подороже вас по каким-то причинам не устраивает что они такие дешевые то Guchong 4M никаких регулировок кроме обычного крестовой твердки и болта но отличный замечательный куб даян тенгюн первый и тенгюн второй тоже актуальны но если меня спросить какой мой куб сейчас самый любимый им не стал торнадо V2 хотя я отдаю ему должное им остается MS3 V1 именно такой вот фиолетовый и розовый более магнитная версия для меня сейчас я опять взял в руки это идеально 56 миллиметров никаких регулировок магнитных но просто отличный вариант если мне спросить что же лучше торнадо V2 или MS3 V1 естественно MS3 V1 тут мое мнение не поменялось но торнадо V2 кубик достойный он дешевле чем MS3 V1 в нем все примочки новые есть и обижать мне его не хочется хотя поначалу я к нему был очень негативно настроен в связи с того что жесткость настройки кубика были не те как мне нравятся кстати про настройку магнитов здесь хоть и 5 положений но они сильно отличаются друг от друга я не пробовал на самой низкой степени приближения магнитов то есть наверное самое далекое расположение магнитов от углового возможно там они почти не чувствуются но вот на 3 и 4 и 5 позиции пробовал 3 чуть слабовато 5 уже чересчур сильная вот 4 примерно нормально если смазывать белый морок я изначально пробовал на более слабых магнитах смазывал густой смазкой но что-то не очень а вот четвертое положение и жидкая смазка мне понравилось поначалу я вообще не делал различий между четвертой точкой и плюсиком и часть магнитов у меня были на позиции 4 а часть на позиции 5 под плюсиком поэтому вращался кубик конечно не так хотелось бы да еще наверное неравномерно ну когда разобрался до инструкции почитал стало все хорошо сейчас тестируется даян жанчи про м и пока еще не приступил но в планах у меня мгс видео по ним выйдут не очень скоро ориентировочно анбоксинги будут 302 304 посмотрим какой чаще будут спрашивать какой я быстрее протестирую 99 300 301 их не будет можете не ждать спешить некуда про них почти никто не спрашивает поэтому постепенно откручу на них много сборок и сделаю свои выводы по определенным причинам техническим мне не удалось записать на камеру много хороших сборок но парочка в конце видео вас ждет а на этом все всем спасибо всем пока субтитры субтитры